От песко-соляной смеси отказаться не получилось, а денег на снеговывозку уже не хватает. Подрядчиков просят быть готовыми к первому снегу, чтобы зима, как всегда, не пришла неожиданно. Но, видимо, чудес в этом году ждать не стоит. Сегодня в ГИБДД собрались подрядчики, представители администрации и ДДХ обсудить подготовку к предстоящей зиме. Говорят, первый снег совсем скоро, а на зимнее содержание город полностью перейдет уже через две недели. 15 октября техника должна быть готова, а материалы закуплены. Но, судя по всему, зимнего волшебства в виде начисто расчищенных дорог и тротуаров в этом году ждать опять не стоит. Сейчас территория практически всех подрядчиков, которые будут заняты на уборке снега, выглядит примерно так. Машины, которые уже готовы к первому выезду, стоят на улице, часть находится в боксах, над ними работают механики. На этой неделе подрядчики должны будут забрать песко-соляную смесь и бионор со склада гордор Мостроя. И, как утверждают все, как один к первому снегу готовы. 15 единиц для очистки от снега, плюс тракторы для вывоза и тротуарные машины. Новой техники почти нет. В этом году на основных работах снова задействуют КАМАЗы. Три в одном. Машина идет вместе с отвалом, щищает снег в сторону и за собой уже начисто щеткой прометает то, что осталось. И после того, как она промела начисто, вычистила дорогу, у нас бункера есть с пескоразбрасывателями. То есть там находится песко-соляная смесь, которая разбрасывается у нас на дорогу. Песко-солянки в этом году будет достаточно, как грязи и пыли после нее. На дорогах до сих пор не убран песок с прошлого сезона. Скоро свежим слоем ляжет партия этого года. Ну, от песко-солянки пока не удается, потому что на сегодняшний день пока бюджет у нас в нашем регионе небольшой. И, соответственно, если перейти на Бионорд, то он получается порядка чуть ли не в 10 раз дороже песко-соляной смеси. Поэтому в этом году еще раз, наверное, придется наступить на те же грабли, как говорится, да, и сыпать полгода эту песко-соляную смесь, потом ее, соответственно, также убирать. А вот самый крупный подрядчик в городе против Бионорда. После него грязи меньше, но работы в два раза больше. И, кстати, для обуви, которая зимой у кировчан покрывается слоем соли, это еще хуже, чем песко-солянка. Его нужно сразу же после посыпки быстро собрать весь растаявший снег. Поскольку он после него растывает, воду преобразуется. То есть мы должны быстро собрать, очистить дорожное покрытие. Если мы это сделать не успеваем, то на дороге появляется лед, который потом гораздо тяжелее все равно убрать. Владислав Мамот говорит, что лучше финских технологий по уборке снега ничего не видел. Там дорогу обильно посыпают крупным гранитным гравием. На него намораживаются несколько слоев снега. А на расчистку даже самых небольших улиц выходит по пять снегоуборочных машин разом. У нас ни по выбору материала, ни по его количеству сенсаций в этом году не будет. На складах уже лежит 10 тысяч тонн песко-соляной смеси и 130 бионорда. В декабре обещают контракт на еще одну большую партию того и другого. А вот денег на снеговывозку опять катастрофически не хватает. В 2017 году в рамках надзора за содержанием уличной дорожной сети сотрудниками отдела ГИБДД, за нарушение правил содержания дорог, включая недостатки в содержание пешеходных переходов, основок общественного транспорта и технических средств организации дорожного движения, дорожных сооружений и железнодорожных переездов составлено 130 административных материалов. Большую часть бюджета на вывозку снега, которую должны были тратить предстоящей зимой, освоили еще в апреле. Тогда город накрыл сильнейший снегопад. Деньги даже пришлось просить дополнительно. Пускай наши дорожные службы посмотрят, как они подготовились. Тогда административные протоколы, штрафы и даже уголовные дела пачками сыпались на отдел благоустройства. В это время бригады скорой помощи с пациентом на борту пытались выбраться из двора. Движение общественного транспорта помогали сами пассажиры. А второстепенные улицы были завалены кучами снега. Ужас, ужас, тихий ужас. Если еще центральная проезжая часть немножко чистилась, то парковочные места абсолютно не чистились. Подрядчики говорят, что чистить нормально и вовремя можно, если бы не мешали машины на парковках и под запрещающими знаками. Иногда расчистка целой улицы может тормозиться из-за одной машины. Сколько вот ГИБДД за последние полгода эвакуировали из-под знаков? Ну, транспортных средств. Работа у нас ежедневно проводится, но в цифрах я обществе не стою. А потому что ее нет такой цифры. Потому что знаки они стоят, а по факту они не работают в зимний период. На машину мы не можем убрать ее, потому что мы не ГИБДД. Машины по знакам дежурная часть неохотно реагируют на наши звонки в зимний период. В ГИБДД этой зимой предлагают ввести больше знаков с ограничением стоянки под четным и нечетным числом. Иначе картина будет точно такая же. По поводу дефицита денег на снеговывозку администрация обещает помочь. Если понадобится, дополнительные деньги выделят. Но очень надеются, что эта зима будет не такой снежной. Ксения Зиновьева, Антон Мамаев, Информационный канал, Город.